Мы также приветствуем всех, кто с нами через онлайн сегодня. Слава Богу за каждого из вас, что вы присоединяетесь, чтобы быть вместе, в единстве. Как важно нам, как церкви, быть вместе и в единстве. Аминь. Нет ничего важнее в жизни человека, чем быть в единстве с церковью. Аминь. Я сегодня хотел бы, чтобы мы поразмышляли над Словом Божьим и молились сегодня. Я хотел бы сегодня, чтобы мы поговорили немножко о жезле Аарона. О жезле Аарона. Вы знаете, что он находился в скрижалях, что он находился не в скрижалях, а в ковчеге Божьем, как напоминание народу Божьему о том, что сделал Господь. И цель жезла была в том, чтобы он был на память людям и чтобы прекращался ропот в народе Божьем. И когда всякий раз смотрели на жезла Аарона, они вспоминали о том ропоте, который был однажды поднят, о том недовольстве. Что такое ропот? Ропот — это недовольство. Когда народ Божий был недоволен тем, что происходило, они были недовольны, они роптали, они негодовали. Ну как? Ну почему такое происходит? Ну что же это такое? И они очень негодовали на те моменты в своей жизни, которые были. И начиналось из-за этого ропота, из-за этого негодования, начиналось поражение. Как часто приходит поражение в нашу жизнь, потому что мы недовольны. Недовольный дух. Мы недовольны чем-то в нашей жизни. Мы недовольны тем, этим, пятым, десятым. И мы не замечаем, как этот дух недовольства, он приносит поражение в какие-то сферы нашей жизни. Не замечая того, мы приносим поражение в свою жизнь, когда мы недовольны чем-то, кем-то, или что бы ни происходило в нашей жизни. И я немножко напомню такое, что происходило перед тем, как Жезл Аарона расцвел, что сыны Кореи, они подняли бунт против Моисея и Аарона. И они сказали, что неужели только к вам говорит Бог, мы тоже святы, все общество святое. И они подняли бунт, они начали говорить о том, что и мы тоже святы, и мы тоже. Никто не претендовал на то, что они не святы, но они хотели занять определенную позицию. И они, пришел суд Божий, пришел гнев Божий, и написано, что они сошли живые в преисподнюю. И потом 250 человек тоже взяли кадильницы и тоже восстали против Моисея и Аарона. И с ними Господь разобрался. И затем на следующий день все общество, оно негодовало, оно начало роптать, оно начало говорить, как так, с такими хорошими людьми произошло такое, такого не должно быть. И написано, что гнев Божий вышел на этих людей, и Моисей сказал Аарону, бери кадильницу, положи жертвенника туда угли, встань между живыми и мертвыми, и тогда прекратится поражение. И Аарон сделал это, он взял эту кадильницу, он прибежал и встал между живыми и мертвыми, и написано, поражение Израиля прекратилось. И вот эта история, она породила такую необходимость в расцветшем сжезле. Эта история и эта ситуация бунта, она породила в Божьем замысле желание произвести что-то необычное. И написано, мы с вами прочитаем позже, что произошло. И на самом деле эта история, она имеет свои корни в том, что недовольство народа было, недоверие Богу. Народ Божий перестал доверять Богу. Народ Божий перестал доверять Богу, и когда человек перестает доверять Богу, это порождает недовольство внутри этих людей, и отсюда начинает происходить разрушение в жизни. Чтобы запустить обратный процесс восстановления, надо запустить доверие. Нужно, чтобы люди восстановили свое доверие к Богу, потому что они потеряли это доверие к Богу, они потеряли доверие к Моисею и Аарону, и из-за этого началось разрушение в их жизни. Вы знаете, если нет у тебя доверия к какому-то человеку, или к какой-то организации, вот вы планируете сотрудничать с какой-то организацией, или планируете сотрудничать с каким-то человеком, или тот человек пытается как-то подружиться с вами, но у вас внутри какое-то недоверие к этому человеку, к этой организации, у вас недоверие к этим людям, и как бы они ни старались лезть из кожи вон, чтобы вам угодить, то они не смогут этого сделать по одной причине. Потому что основание всяких отношений – это доверие. Если ты не доверяешь какому-то человеку, то как бы он не старался быть с тобой, как бы он не старался угождать тебя, как бы он не старался быть рядом с тобой, то не будет результата с твоей стороны. Не будет плода, потому что есть недоверие. И что стало происходить? Народ Божий перестал доверять Богу. Господь начинает восстанавливать доверие народа к Аарону, к своему присутствию путем проявления дара Божьего, чтобы у людей не было возможности отделять человека Божьего от Бога, чтобы отделять священство от Божьего присутствия. И дар Божий, он начинает соединять в себе священство и Божье присутствие. Я хочу, чтобы мы прочитали это место, которое говорит о жезле Аарона. Это число, 17 глава, с 1 стиха. Написано, И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым и возьми у них по жезлу от колена от всех начальников их по коленам 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле Левином, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скинь собрания пред Ковчегом Откровения, где явлюсь я вам. И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою робот сынов Израилевых, которым они робщут на вас. И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их от каждого начальника по жезлу по коленам их 12 жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы пред лицом Господа в скинье Откровения. На другой день вошел Моисей и Аарон в скинье Откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Ааронов пред Ковчегом Откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали. Интересно, что жезл Аарона – это способность приносить плод там, где это невозможно. Способность, твоя способность принести результат там, где другие люди, глядя на тебя, глядя на обстоятельства, говорят, что это невозможно. Что такое жезл? Это сухая палка. Она отрезана от сока, она отрезана от источника силы, она отрезана от того действия сока, хождения сока внутри, что просто, когда ее отсекают, то невозможно принести плод. Невозможно. И вот, что делает Господь. Так мы определяем благоволение Божие. Легко приносить плод, когда ты веточка на дереве. И трудно принести плод, когда тебя отсекли от этого дерева. Это невозможно. Это по-человечески просто та среда, в которой ты есть, она говорит, что с человеческими усилиями это сделать просто невероятно и вообще невозможно. Все законы, они говорят, что это невозможно. Знаете, есть вера, которая рождается благодаря чему-то. А есть вера, которая рождается вопреки чему-то. Помните, женщина-язычница. Она язычница. Еще не время пришло для язычников. Она идет и кричит за Иисусом. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Дочь моя жестоко беснуется. Он идет и игнорирует ее, потому что не ее время. И вот она, язычница, это та, это язычники, они отсеченные от народа Божьего. Они не имеют доступа вообще к Божьему присутствию. Они не имеют права этого делать. Потому что Бог, Иисус говорит, я пришел к овцам дома Израилева. Я пришел к погибшим овцам. Я пришел к евреям спасти евреев. Я пришел не к вам. Вы отсечены, вы не имеете права вообще получать какое-то исцеление. И Он говорит, нехорошо взять хлеб и бросить псам. Но эта женщина, она идет и кричит, сын Давидов, помилуй меня. И псы едят крохи со стола господ. И вот, что-то начинает происходить. И начинает происходить невозможное. Эта женщина, отсеченная, язычница, она получает то, чего никто еще никогда, ни разу не получал, ни один язычник. И она получает исцеление. Он говорит, иди, дочь твоя исцелилась. Я не видел веры такой. И жезл, вот эта сухая палка, вот эта женщина, которая сухая, отсеченная, она получает эту уникальную от Бога благодать, чтобы расцвести, чтобы получить от Бога что-то невозможное и невероятное. И она получает это. И для нас с вами это знамение о том, что Бог благоволит язычникам. Бог любит язычников, Бог любит нас с вами. Бог нуждается в том, чтобы мы прибегали к Нему. И мы нуждаемся в этом. Аминь. И это очень важно знать и понимать. Следующий момент, к которому я хотел бы перейти, это Иоанн и Иисус. Пророк Иоанн, Креститель и Иисус. Когда оба находятся в очреве своих матерей, они оба в очреве, обе женщины Мария и Елизавета, они обе беременные. И вот они... И написано, что когда они встретились, то написано, взыграл младенец в очреве Елизаветы. Тем самым, что произошло еще ранее, Захария пророчествовала о том, что он возьмет от Духа моего еще в очреве. Он примет Духа Святого еще в очреве. Он, как бы, находясь во плоти, находясь внутри этой плоти, даже он еще не родился. Вроде бы такая преграда. Вроде бы они еще даже... Он даже еще не начал пророчествовать. Он еще не начал вообще ничего делать для Бога. Но Дух Святой уже начал возгревать. Он активировал тот дар. Дух Святой, который был в Иисусе, он активировал тот дар, который был в Иоанне Крестителе. И он взыграл, он начал проявлять какие-то свои моменты. Тот дар начал оживать внутри. И мы знаем, что спустя 30 лет они встречаются вновь. Иоанн встречается с Иисусом. Иисус активировал дар внутри Иоанна, будучи еще находясь во плоти. Но спустя 30 лет, когда Иисус шел к Иоанну, то Иоанн активировал дар, который был в Иисусе, когда Иисус был погребен этой водной могилой, водное крещение. И когда Он вышел, Дух Святой, как написано, как голубь, сошел на Иисуса. И мы знаем, что этот праздник Троицы, это время, когда триединство Бога и голос Отца Небесного, «Сея Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Неважно сегодня, что ты чувствуешь внутри себя. Важно, я хочу сказать, о важности Церкви. Может быть, ты сегодня пришел абсолютно вообще без веры. Может быть, твоя вера мала. Но Писание говорит, когда мы приходим в Божье присутствие, то там, где двое, там, где трое, Бог начинает что-то активировать внутри тебя, тот дар, который есть внутри тебя, ту способность, которая есть внутри тебя. Божье присутствие начинает приходить в твою жизнь. Бог начинает сходить на тебя, Дух Святой начинает наполнять тебя, и ты начинаешь славить Бога. И начинает что-то происходить по одной причине, потому что двое или трое здесь собраны во имя Его. И Божье присутствие начинает действовать независимо от тебя, независимо от того, в каком ты состоянии сегодня, независимо от того, что ты сегодня переживаешь, что есть внутри тебя, Божье присутствие начинает что-то делать с тобой невозможное. Аминь. Как будто что-то проникает сквозь плоть, и твой жезл начинает расцветать. Аминь. Третье. То, что я хотел бы сказать. Жезл — это символ воскресения. Палка, она отсечена от жизни. Она не может приносить плод, как я уже сказал ранее. Когда мы смотрим на какие-то сферы нашей жизни, мы понимаем, что невозможно. Невозможно в этой сфере, что-то сделать, я не могу это, я не умею это. Я не способен. И вообще вот эта сфера, к которой я подошел, к которой мне надо сейчас что-то делать, я абсолютно не могу ничего здесь делать. не могу сказать. Знаете, когда Христа положили в гробницу, отсеченного от жизни, его положили, но он расцвел, он воскрес. там, там, где жизни не должно быть, что-то произошло, там, где все умерло, засохло, перестало существовать, перестало действовать, в Божьем присутствии, он воскрес. Он вышел из могилы там, где это невозможно. Аминь. Это и есть чудо. В этом есть доверие Богу. Когда ты доверяешь Богу, вспомните, когда он был в Гефсимании, это была борьба. Я не хочу это делать. Я не хочу, мне тяжело, мне через это проходить. Это невозможно, пойти на крест. Это тяжело, это трудно для человека. Это вообще, ну, невозможное задание, которое Бог посылает в мою жизнь. Но, впрочем, я доверяю тебе, не моя воля, но твоя. Я доверяю тебе целиком и полностью во всем. И когда он начинает это делать, доверять, то это доверие, оно как вознаграждение принесло воскресение в жизни Иисуса Христа. Он воскрес, он вышел из могилы, он одержал величайшую победу и сегодня перед именем Иисуса Христа склоняется всякое колено. Почему? Потому что что-то произошло в Гефсимании, он начал доверять. Он начал доверять. Неважно, меня отсекут полностью, что со мной произойдет, отсекут всю мою жизнь. Но именно это доверие, оно произвело это расцветание. Он не просто расцвел, но он принес плод. Написано, что жезл Аарона, он не просто пустил цветочки, не просто там были листочки, но написано, он принес плод, миндаль. Миндаль появился, плоды появились, там, где они не должны появляться. Написано, по плодам узнаете их. Там, где невозможно приносить плод, там, где невозможно видеть результат, ты узнаешь его. Почему? Потому что он доверяет Богу. Он восстановил утерянное доверие. Он начал доверять Богу в этой сфере жизни. Если раньше, он боялся доверять, потому что жил эмоциями, жил эмоции. Вот здесь мне радостно, здесь мне весело, я буду здесь, а вот там так тяжело, так грустно, так невозможно, я не буду этого делать. Но Бог ожидает от тебя и говорит, делай, служи, поступай так, как я тебе сказал. И ты говоришь, Господь, не моя воля, но Твоя да будет. И тогда начинает что-то происходить. Бог вознаграждает Твое доверие силой воскресения. Аминь. Мы были на мужском походе на этой неделе. Вчера только утром братья вернулись с похода. И три человека приняли водное крещение. И вот я разговаривал с одним братом, он сам из косы, он принял водное крещение. И вот мы с ним разговариваем. И он говорит, знаете, что меня подтолкнуло к такому решению принять водное крещение. Я сидел дома, разговаривал со своим братом, сижу в кресле, разговариваю с братом, рядом сидит его подруга, ему вот мы общаемся, что-то говорим. И я начал чувствовать, что мое сердце стало медленнее биться. Но медленнее, медленнее, медленнее. И я чувствую, что я стал угасать, и в итоге сердце остановилось. И он говорит, сердце остановилось, я, я, говорит, встал из кресла, я встал, смотрю, а тело-то лежит. Встал и начал ходить по комнате, что делать? Что мне сейчас делать? Как мне, как так тело лежит? Что мне, как-то надо возвращаться? Я, говорит, стал ходить по комнате, туда-сюда, туда-сюда. Хожу по комнате, думаю, надо что-то делать, надо как-то вернуться в тело. И у меня в разуме голос, ты умер, ты умер, успокойся. И он говорит, я осознал, что произошло, что я оставил эту жизнь. И первое, что стало мне приходить на память, это когда мама меня водила в детстве в церковь. И когда она меня водила в детстве в церковь, нас учили молиться. И именно это первое пришло мне на память. И я, говорит, начал молиться, Господь, я прошу Тебя, что-то сделай. И он, говорит, я начал молиться, 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 молюсь, хожу из стороны. И единственное, я понимаю, что сейчас мне, у меня был вопрос, что мне делать, и я понял, что мне делать, мне надо молиться. И я начал ходить, молиться, молиться, молюсь, говорит, потом раз, я, говорит, как бы открываю глаза в кресле, брат на меня поливает воду, я не чувствую, какая вода, и он кричит, очнись, очнись. И он ожил. Сердце остановилось. Произошла остановка сердца, и он ожил. Вы знаете, смерть в нашем понимании — это биологическая остановка сердца. Когда вот этот наш насос сердечный, он перестает качать кровь во все органы, создавать давление, чтобы кровь, она бежала по всем органам. И смерть — это в нашем понимании. Также смерть есть внутренняя, когда что-то в нашей жизни замирает, когда что-то в нашей жизни, оно отсекается. Когда та надежда, которая есть в твоем сердце, она перестает. Любая сфера твоей жизни, она перестает функционировать. Это может быть семья, это может быть дети, это может быть финансы, это может быть работа. Когда что-то замерло, все, вот оно, такие, знаете, сфера жизни, просто вот эта сфера, она у тебя замерла, остановилась, умерла до момента, пока эту сферу не принесут в присутствие Божье. И когда приносят мертвое в Божье присутствие, оно оживает. Чтобы ты сегодня не похоронил, чтобы ты сегодня, чтобы сегодня у тебя не замерло, не остановилось, принеси это в присутствие Божье. Потому что присутствие Божье способно оживить. Помните, когда перед тем, как родился Иоанн, в его семье было такое фиаско, крах такой. Они не способны были рождать, когда пророк Иоанн родился. Они не способны родить детей. И когда он появился, даже Богу пришлось закрыть уста Захарии. Проблема. Невозможное что-то. Но когда это было отдано в присутствие Божье, то Бог сделал что-то невозможное. Аминь. родители Иоанна были вот этой сухой палкой, которую не могли родить, которые не способны были как-то направить, может быть, в служение его. И родили вследствие того, когда было принесено эта нужда в присутствии Божьей, они родили сына, который стал величайшим пророком. величайшим пророком. Поэтому в той сфере они потерпели фиаско, но в Божьем присутствии это ожило. Аминь. Божье присутствие это влияние. это влияние. Когда доминирующая сила начинает оказывать влияние на тебя и на меня. Вы знаете, я не раз встречался с такими ситуациями, когда ты попадаешь в общение или в круг людей, которые доминируют. Да, вот как Писание говорит, что худые сообщества, они разрушают добрые нравы. Что такое худое сообщество? Это сообщество, которое оказывает негативное влияние на твою жизнь. То есть это такая доминирующая сила негативная. Знаешь, когда вот ты попадаешь в определенный круг людей, ты с ними общаясь, что-то начинает исходить из тебя, начинают из тебя выходить в общении с этими людьми злые слова, какие-то пороки начинают всплывать, которые раньше были спрятаны внутри, ты никогда об этом не говорил, ты никогда таких слов не говорил, ты никогда себя так не вел, но в общении с этими людьми, в присутствии этих людей эта атмосфера их влияния, она оказала на тебя негативное влияние, и ты начал, не замечая того, самим становиться таким же. Ты начал где-то лукавить, ты начал где-то хитрить, ты начал где-то обманывать, ну ничего, и эта негативная, вот эта доминирующая сила, она оказала влияние на тебя, но когда мы попадаем в Божье присутствие, то доминирующая сила Святого Духа начинает доставать из тебя то, что другие люди даже не могли подумать, что это есть в тебе, это сила, это помазание, это действие Божие, Дух Святой начал доставать из тебя, это доминирующая сила Божия, ты пришел присутствие Божие, ты пришел в Церковь, ты пришел в Дом Божий, и вот эта сила Духа Святого начала что-то делать с твоей жизнью, ты начал думать по-другому, ты сидишь на собрании, ты начинаешь думать, надо прийти домой, надо благословить свою семью, надо свозить их туда, надо пойти к этому человеку, надо его как-то благословить, надо как-то помочь, надо что-то делать, почему? Потому что пришла доминирующая сила Духа Святого и начала выравнивать то, что было понижено, как Иоанн говорил, всякий дол понизится, всякий дол наполнится, всякий холм понизится, все кривизны выпрямятся, почему? Потому что пришла доминирующая сила Святого Духа в жизнь людей и начала выравнивать все кривизны, все вот эти долы всякие, ямы всякие, всякие холмы, возвышения, гордость всякая в нашей жизни стала уходить в его присутствии, потому что мы, находясь в Доме Божьем, мы имеем эту доминирующую силу, вспомните Захея, Захей, это лукавый, это человек, который просто люди его ненавидели, потому что общаясь с ним, он их обманывал, он всяко унижал их, он доминировал над ними, он использовал свое служебное положение, и евреи его вообще ненавидели, они никогда с ним не общались, они никогда вообще даже близко к нему не подходили, но когда Иисус пришел, его влияние, его доминирующая сила оказала настолько сильное влияние на Захея, что он начал делать вообще невообразимые для него вещи, он сказал, приходи ко мне, давайте всех накормим, давайте сделаем пир, давайте все, что я у кого забрал, я восполню в четверо, он начинает делать вообще непонятные, невообразимые вещи для разума людей, как вот эта сухая палка, как вот этот сухой, мертвый человек, как он начал расцветать, посмотрите на него, это же вообще невообразимое, это невозможно, он начал приносить плоды, он начал благословлять людей, он начал делать невозможно, что это? Это Божье присутствие, которое начало оказывать невероятное, колоссальное влияние на разум и жизнь этого человека, знаете, я вспоминаю, когда надолго уезжаешь из дома и там на неделю или на две уезжаешь, в доме атмосфера такая благодатная, хорошая, и когда ты возвращаешься домой через две недели, ты думаешь, сейчас вот я наслажусь вот этим присутствием в своей семье, с детьми своими, и ты понимаешь, что тебе надо не один день сейчас выправлять, вот что-то произошло, пока тебя не было, а знаете, дети, когда они в присутствии родителей, они всегда одни, они как бы попадают под влияние, под твое влияние, и они выравнивают свое мировоззрение, свое понимание жизни, какое есть у тебя, они выравнивают свое мировоззрение под твои стандарты, не ссориться, мир, чтобы был, благодать дома, чтобы была, чтобы все было красиво, прибрано, убрано, чтобы было, чтобы любили друг друга, не обзывались, не называли друг друга какими-то плохими словами, и ты приезжаешь домой и смотришь, там вообще все уже по-другому, потому что дети с родителями одни, а без родителей у них свое мировоззрение жизни, они как видят, как понимают, они так и живут, они что хотят, то и делают, они потому что они так видят эту жизнь, но когда ты приходишь, они оп, совсем другие, так же Господь в своем присутствии, когда собирает нас вместе, когда собирает церковь вместе, Он начинает выравнивать, потому что без Его присутствия мы начинаем чудить, мы начинаем что-то делать, мы начинаем жить, суета приходит, мы позволяем суете атаковать нашу жизнь, мы позволяем каким-то влиянием демоническим приходить в нашу жизнь, мы позволяем людям оказывать влияние на нас, мы не способны оказать влияние на людей, мы не способны, И мы живем, как мы живем. Но когда мы приходим в его присутствие, он начинает выравнивать, он начинает что-то делать. Как люди говорят, ты в церкви один, а там такой. Что это? Это его присутствие. Оно начинает работать. Оно начинает поднимать твое мировоззрение. Оно начинает изменять тебя. То, что произошло, за кем. И поэтому Павел говорит, чтобы мы обновлялись духом ума нашего. То есть в присутствии Божьем, чтобы мы утверждали, укореняли свое мировоззрение и восприятие. Аминь. Поэтому Иисус уходил рано и молился. Уходил рано, молился, приходил в присутствие Отца Небесного. И последнее, о чем я хочу сказать. Об Аароне. Что на самом деле, если посмотреть на лидерство Аарона, когда он был без Моисея, то его лидерство было на низком уровне. Вспомните, когда, первое, что когда Моисей ушел, в присутствие Божие поднялся на гору, его больше месяца не было. Моисей спустился, что было, он попал под влияние народа, и они сделали золотого тельца. Второе. Его старшие сыновья, Надаф и Авиуд, они внесли чуждый огонь и были поражены. Он не смог оказать влияние на своих сыновей. Третье, что произошло. Помните, Мариам и Аарон, написано, они упрекали Моисея за жену Ефиоплянку. И интересно, там такой оборот речи, что вначале написано, Мариам и Аарон упрекали Моисея, а затем написано, Аарон и Мариам упрекали Моисея за жену Ефиоплянку. Интересно. То есть, другими словами, читая, вот так размышляя над этим местом Писания, мы понимаем, что, ну, как бы вот эту суету, или, ну, простонародный кипиш, да, сказать, подняла Мариам. Написано, Мариам и Аарон упрекали Моисея. Подняли такой кипиш. А что? Мариам такая, а что за дела? Как так? Почему взял жену Ефиоплянку? Что такое? Аарон такой, точно, слушай. Ну, попал под влияние сестры своей. Слушай точно, а что, Мариам, слушай, а что это он? А затем Аарон начал, и Мариам. Слушай, Моисей, как-то неправильно. Другими словами, глядя на лидерство Аарона, вообще, кто его поставил лидером священства? Не смог справиться с влиянием людей, не смог в своей семье справиться с сыновьями своими, не подпал под их влияние, они что хотели, то и делали, не смог, попал под влияние женщины. То есть, он был под давлением собственной сестры. То есть, если посмотреть, то Аарон, как лидер, он вообще никакой. И если бы я выбирал, то точно не Аарона. Потому что, через Аарона, это же был самый первый лидер священства, это был, как сказать, генетический, в нем был генетический код всех священников будущего. И вот, если бы мы выбирали первого бы, через которого будет все священство, то точно его не выбрали. Но Бог берет то, чем не может Он быть, и делает то, кем должен быть. Бог берет тебя и меня, который не может быть священником, который не может быть служителем, и делает то, того, кем ты и я должен быть. И это есть действие присутствия Божьего. Когда Он берет тебя, который не умеет ничего, не понимает ничего, не справляется ни с чем, казалось бы, но Бог берет и в своем присутствии делает того, кем ты и я мы должны быть. Аминь. В этом и есть суть расцветшего жезла Аарона. Мы не можем быть теми, кем хотим быть, а Бог, Он вопреки всем обстоятельствам это делает в Его присутствии. Вопреки всем обстоятельствам Он делает то, что Он хочет. Аминь. Поэтому природа дара она сверхъестественна и основывается на нашей возможности быть в Божьем присутствии. Поэтому как важно брать себя и бежать Божье присутствие, искать лица Божьего. Аминь. Место писания Евреям 10 глава. Я хочу прочитать, прежде чем мы будем молиться. Евреям 10 глава с 19 стиха Евреям 10 глава с 19 стиха написано «Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим». Написано, что мы имеем дерзновение входить в освятилище. И через это дерзновение мы позволяем Богу доставать из нас то, что невидимо, то, что никто не видит. Через это дерзновение, приходя в освятилище, Бог достает из тебя, из меня то невозможное, что Бог желает сделать. Аминь. Поэтому Иоанн был в Божьем присутствии, и Божье присутствие оно делало его дерзновенным. Пророк Иоанн, он служил, он был дерзновенным, верил, он мог говорить царю, он мог проповедовать любому человеку, и это делало его дерзновенным, и это раскрывало тот дар, который был внутри. Но когда его посадили в темницу, его как бы отсекли от того момента от служения, как бы, и пришли такие сомнения, он начал сомневаться, оправда ли это тот, которому должно прийти, оправда ли, то есть он начал сомневаться, потому что он был отсечен, и что-то стало приходить в его сердце. Но когда мы приходим в его присутствие, все восстанавливается, Бог начинает прославляться, Бог начинает действовать через нас. Аминь. Давайте поднимемся на наши ноги. Я хотел бы, чтобы мы сегодня молились с вами. Я попросил бы, если есть кто-то с группы прославления. Я бы хотел о том, чтобы мы молились, что потенциал в тебе и во мне высвобождается через наше доверие Богу. Когда мы начинаем доверять Богу, начинает высвобождаться что-то невозможное. Если вспомнить Евангелие от Матфея, я не буду читать, но я напомню эту историю, 21 главе, там с 28 по 32 стих, там написано два сына, которых Бог позвал в винограднике, которых отец позвал поработать в винограднике. И вот один сын сказал, я не пойду. Нет. А второй сказал, да, хорошо, отец, пойду. Интересно, что когда читаешь вот это местописание, ты понимаешь, насколько вот этот сын, который сказал нет, насколько он так нагло, так дерзко ответил своему отцу, даже не оправдавшись, там мы не читаем оправданий, почему он, он даже не стал оправдываться, там сказал бы, папа, я не могу, я болею, папа, я не могу, у меня уроки, папа, я не могу, ну, у меня много дел, я не успеваю, поэтому я не могу. Тут написано, он даже не, даже не соизволил оправдаться, почему он не пойдет. Он говорит, нет, не пойду, и все. отец ко второму, второй такой, да, конечно, я пойду. И написано, что первый, сказав нет, он покаялся, он раскаялся в своем сердце, ну, как я вот так грубо, нагло, дерзко обошелся со своим отцом. Вы знаете, иногда мы вот такие, вот как этот первый сын, мы такие, знаете, сухие палки, когда Бог обращается к нам и говорит, сын, дочь, я хочу, чтобы ты служил, я хочу, чтобы ты помогал в винограднике моем, я хочу, чтобы ты в доме моем был активный, я хочу, чтобы ты, а ты такой, нет, просто нет. И вот как вот это, и ты чувствуешь себя, как сухая палка, потому что наша нет, оно просто отсекает все, отсекает силу Божию в нашей жизни, отсекает помазание, отсекает дар Божий, просто отсекает. Но вот придя в присутствие Божие, ты начинаешь думать, Господь, почему я так поступаю, почему я неактивный, почему я такой человек, почему же я просто игнорирую твое присутствие, почему? Господь, нет, я пойду, я пойду, я буду помогать, я буду делать, я буду служить, я буду человеком веры, я Господь. И ты позволяешь Божьему присутствию что-то делать сегодня внутри твоего сердца. Знаете, сегодня многие строят свои служения, свое следование за Богом, эмоции, позитивные, позитивные, и вот, знаешь, вот с такими людьми, с позитивными пообщаешься, и так думаешь, так классно, он такой позитивный, он молодец, он будет служить, он будет помогать. А потом смотришь, этот позитивный человек, он вроде бы, да, да, я с тобой, мы вместе, да мы сделаем, да вообще без проблем, да вообще, разговоров нет, все будет четко, все будет классно, а потом раз, а его нету. И ты такой, ну, ладно, что? Но в том-то и наша сила, в том, что Бог ожидает от нас покаяния, там, где покаяние, там, где раскаяние, там, где мы встаем пред Богом один на один на колени, Господь, я сухая палка, я для Тебя вообще ничего не делаю, и Господь, я уже отсечен, я уже просто ничего не могу делать, я каюсь, Господь, измени меня, я хочу, я включаюсь в служение, я включаюсь в дело Божье, я включаюсь, я буду молиться, я каждый раз буду приходить в Твое присутствие, я буду читать Слово, я буду вникать, я буду на служениях, я буду бежать в присутствие Божье, говори в мою жизнь. И жезл начинает расцветать и приносить плоды в семье, в служении, в делах, в работе, везде, что-то начинает происходить сверхъестественно в твоей жизни. Поэтому я сегодня хочу молиться, может быть, сегодня чувствуешь себя, как эта сухая палка, ты просто вот, вот как, когда вот все принесли свои палки, вот к Моисею, вот каждый поставил, и написано, и напиши имя Аарона на жезле левитов, и написали имена. Почему писали имя? Потому что палки все были одинаковые, все сухие, все отрезанные, все одинаковые. Надо было написать имя, чтобы было видно того, что сердце горит для Бога. Неважно, какой он, неважно, может быть, он ничего не умеет, может быть, у него ничего не получается, но он горит служить Богу, он хочет идти за Богом, и тогда твой жезл начинает расцветать, и Бог говорит, положи это напоминание, потому что перестали доверять. Когда начинаешь доверять Богу, то дары начинают высвобождаться. Давайте, народ Божий, доверять Богу. Аминь. Отец Небесный, мы поклоняемся Тебе. Дух Святой, мы благодарим Тебя за Твое величайшее присутствие. Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, прикасаешься к каждому сердцу. Ты оживляешь, Ты воскрешаешь, Ты делаешь невозможное в сердце каждого человека, кто сегодня, Боже, склоняется пред Тобой, кто сегодня жаждет, ревнует Тебя, кто, Господь, сегодня нуждается в Твоем присутствии, кто ожидает от Тебя. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. Прости нас, когда мы, Господь, поступаем неправильно, когда мы, Господь, Боже, позволяем, Господь, своим страхом иметь действие над нами, недоверию, Господь, ропоту, недовольству. Прости нас, Дух Святой, наполни нас Своей силой. Мы склоняемся пред Тобой, мы нуждаемся в Тебе. Окажи влияние на нашу жизнь, измени нас, научи нас. Боже, Дух Святой, наполняй Своей силой, наполняй Своим соком, наполняй Своим действием каждого, кто нуждается в Тебе. Оживи, воскреси, Боже, чтобы приносили много плода во имя Иисуса Христа. Мы уповаем на Тебя, мы благословляем Твое Святое имя, и мы нуждаемся в Тебе. Будь прославлен, будь превознесен, будь возвеличен в жизни каждого ожидающего Тебя. Тебе, Иисус Дорогой, за все слава во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ Божий скажет Аминь. Я хочу обратиться к тем людям, кто сегодня, возможно, впервые на этом месте. Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, любой человек, неважно, сколько тебе лет, неважно, что ты чувствуешь внутри, неважно, страх внутри тебя, или, может быть, ты не способен вообще что-то делать сегодня, я хочу сказать тебе, Бог любит тебя, и Он хочет изменить твою жизнь, Он хочет что-то сделать с твоей жизнью, Он хочет взять тебя, чтобы твоя жизнь расцвела, чтобы твоя жизнь, она возобновилась для Бога, чтобы она воскресла для Бога. Поэтому, если ты такой человек, ты нуждаешься в молитве покаяния и прощения грехов. Подними свою руку, мы хотим молиться за тебя. Если такой человек сегодня в зале, то нуждается в прощении грехов, то нуждается в спасении. Я не вижу ваших рук. Если ты не поднял, может быть, руки, можешь просто выйти сюда, вперед. Мы вместе помолимся с тобой. Есть такие люди, если есть, выходите. Если нет, то мы также хотим обратиться тем, кто сегодня с нами в онлайн, чтобы вы вместе с нами повторили слова этой молитвы, если вы впервые вместе с нами. Знаете, однажды я вспомнил такую историю. Моя мама пригласила своих сестер на служение. И там, в Березняках, они пришли на служение. Это было лет, наверное, больше 20 лет назад. Она пригласила их на служение. И вот они пришли на служение и начали вызывать вперед на молитву покаяния. И вот они встали, пошли, и кто-то с первого ряда крикнул, «Если не уверен, не выходи!» И они такие, пошли назад и сели. И вот они до сих пор 20 лет уже сидят. Они так и не вышли, они так и не решились, они так и не пригласили Иисуса Христа в свое сердце. Но они тянутся, но они просто сели, просто вот тот и сказал вот так, но если не уверен, выходить не надо. А я тебе хочу сказать, что даже если ты не уверен, выходи. Потому что Бог без нашего согласия никогда не будет действовать в нашей жизни. Поэтому даже если ты не уверен, даже если ты сомневаешься, бери себя просто вот, не знаю, возьми себя за ухо, возьми себя и просто выводи в присутствие Божие. Веди себя, чтобы Бог изменил твою жизнь раз и навсегда. Потому что важнее этого решения нету на этой земле. Поэтому я обращаюсь к вам сегодня, кто с нами через онлайн. Я буду говорить славу молитвы, повторяйте вместе со мной. Отец Небесный, я верю, что ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа, за мои грехи. Иисус Христос, прости все мои грехи. Я открываю свое сердце для тебя. Стань моим Господом, стань моим Спасителем. Тебе за все слава. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Если ты повторил слова этой молитвы вместе с нами, то сейчас ты видишь на своем экране телефон горячей линии. Свяжись с нами. Мы поможем тебе возрастать в Боге. Пусть Бог благословит тебя. Слава Богу, народ Божий. Можете присесть, у нас еще есть важное объявление. Д ТОС в Бога, народ Божий. Продолжение следует... Продолжение следует...